О саммите в Молдове. И это прошел второй саммит европейского политического сообщества. Туда съехались лидеры 50 стран-членов ЕС и других государств. Удалось лично принять участие и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Чем данное международное мероприятие было полезно для Украины и о чем говорили, знает наш корреспондент Валерия Никипелова, который прямо сейчас с нами на связи. Валерия, доброе утро. Ждем от тебя подробностей. Доброе утро, коллеги. Действительно, вчера завершился второй европейский политический саммит, саммит европейского политического сообщества. Этот формат для начала пару слов о площадке. Его инициировал, предложил создать президент Франции Эммануэль Макрон после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. И эта площадка призвана объединить, консолидировать страны Европы, причем как государства-члены Евросоюза, так и кандидатов в члены ЕС, ну и также другие страны региона. Вторая встреча, как я уже сказала, прошла в Молдове, а именно в селе Бульбока, то есть в непосредственной близости от территории Украины, где продолжается большая война. А более того, саммит прошел в том районе Молдовы, куда уже падали обломки российских ракет. Что о проведении, о выборе места, места проведения саммита, говорит президент Молдовы Майя Санду, давайте послушаем. Всего в 20 километрах от Украины мы собрали весь континент, чтобы подтвердить нашу коллективную твердую решимость принести мир в Европу. Сегодня мы продемонстрировали нашу силу и единство, в то время, когда стабильность нашего континента находится под угрозой. Мы показали, что мы едины против величайшей военной агрессии со времен Второй мировой войны. Мы сказали президенту Зеленскому, что будем стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Присутствие президента Украины Владимира Зеленского, конечно же, стало одним из главных событий саммита в Молдове. Как в приветственном слове, так и в пресс-конференции он много внимания уделил таким темам, как реализация украинской формулы мира, гарантии безопасности, а также путь Украины в Евросоюз и НАТО. Речь также шла о развитии коалиции истребителей и создании коалиции ЗРК «Патриот». Ведь пока Украина не получила западную авиацию, а Россия продолжает наносить удары по территории Украины, в том числе по гражданским объектам, Украине необходима противовоздушная оборона. Давайте послушаем. Нам нужны современные истребители, и вы это прекрасно знаете. И это часть не только нашего контрнаступления, это вопрос защиты нашего неба, логистики и, в первую очередь, народа Украины, людей, детей. Сегодня нам тяжело, у нас нет современных истребителей. До истребителей еще нужно дожить, и мы это сделаем обязательно. Не потерять много людей, и поэтому очень важно иметь защиту. Почему «Патриоты»? Потому что они показали всему миру, как это работает. Кроме войны России против Украины, обсуждаемой темой также стали отношения Армении и Азербайджана. В общей сложности на саммит прибыли лидеры 47 государств, а также руководство Европейского Союза. Представителей России и Беларуси, очевидно, не было. От встречи также отказался в последний момент переизбранный президент Турции Раджи Пардоган. Что о отсутствии представителей страны-агрессора сказал глава евродипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель. Давайте послушаем. Россия продолжает атаковать гражданское население Украины. Я надеюсь, что президенты, близкие к Украине, лидеры, которые сегодня находятся всего в нескольких километрах от границы с Украиной, передадут мощный посыл единства. Это право народа защищать свою страну. Российской Федерации здесь нет не потому, что мы не хотим ее приглашать, а потому, что Путин исключил страну из европейского сообщества, необоснованно вторгшись в Украину. Мы должны поддерживать стабильность. Саммит в Бульбоке стал уже вторым. Первый предыдущий прошел в октябре 2022 года в Праге. Это был учредительный саммит. А следующий планируют провести этой осенью, в середине осени в Испании, в древнем городе Гранада. На этом у меня все. Коллеги, вам слово. Спасибо тебе большое, Валерия, за такие подробности. Напомню нашим зрителям. На связи была с нами Валерия Никипелова. Рассказала, как проходил саммит, какие страны приехали и что, собственно, обсуждалось. Продолжение следует... Продолжение следует...